Комната, где солдат покончил с собой, не опечатана. На этой друбе 20-летний Саид Калелов, уроженец Акмолинской области, повесился на собственном ремне. Почему рядовой решился на такой шаг, пока неизвестно. Но руководство воинской части уже громко заявило, неуставных отношений в роте нет и не было. Фактов неуставных взаимодействий отношений не подтверждено. Потому что солдат прибыл для прохождения службы в декабре месяце. 10 января он принял военную присягу. Офицеры командования подразделения, наши психологи разговаривали с родителями. Причину надо найти, по всей видимости, следственные органы разберутся. Самоубийство Саида Калелова, по словам заслуживцев, стало для всех шоком. Камера наблюдения зафиксировала последние минуты перед смертью. Правда, видео сразу же забрали следователи. Военкомы рассказывают, что на нем видно, как Калелов около 4 утра вышел из туалета и зашел в комнату для сушки белья. Спустя несколько часов там нашли его тело. Сослуживцы самоубийцы признаются, накануне смерти Саид Калелов был чем-то подавлен. Заметил то, что у него нет настроения. Но я как сильно особо внимания не обратил на это. Ну то, что думал настроение, ну как устал, думал, ладно, не стал тревожить его. И все, как ложились, уже все, разговаривали нормально. И все, я сказал спать. Как всегда, друг другу сказали, вот спокойной ночи. И все, легли. Командиры утверждают, причину самоубийства нужно искать вне воинской части. Мол, солдаты 65-06 никогда не конфликтовали. Смерть Калелова еще более загадочной делает и то, что Саид строил планы на будущее. Он хотел остаться в армии по контракту, а сослуживцев обещал пригласить на свою свадьбу. К слову, у погибшего в Астане осталась гражданская жена. Груз 200 уже доставили на малую родину солдата. Причины смерти выясняет военная прокуратура.